Из моего опыта предвыборных компаний это самое грязное, самое тяжелое и та компания, которая выстраивается на жестком противостоянии. Поэтому мы пойдем до конца, мы будем защищать своих товарищей. Что посеешь, то пожнешь. Народная мудрость лучше всего описывает ситуацию со снятием по суду ряда кандидатов в депутаты от КПРФ. Нарушение, которое не заметила городская избирательная комиссия, скрупулезно вычислили красные соперники из КПКР. Назвав все это местью за оскорбление своего лидера с трибуны Государственной Думы, Зюганов сказал, Сурайкин сделал. Перед судом все равны. И кандидатов Единой России снимают по суду. Это вопрос законности и обжалования. Если на областном уровне сняли, а потом это решение было отменено, и это негативно повлияло на итог кампании, тогда это возмутительно. А если оснований достаточно, надо внимательно и относиться к документам. Апелляция к заказу звучит так себе. Все привыкли, это выборы, тут свои приемы и приемчики. Атаки идут на все политилы разом, во всех направлениях. Допустишь одну ошибку и все, позиции сданы. Не могу не отметить большое количество двойников, выставленных в округа, в том числе и против кандидатов от ЛДПР. Также имеет место выемка агитационных материалов. В частности, у наших кандидатов есть такие негативные моменты. ЛДПР работает с возражениями и протестным к себе электоратом. КПКР разгоняет идеи прямых выборов главы Ульяновска, отслеживая народное настроение. ЕР остановилась на прямых контактах с избирателем, не отсвечивая на плакатах партийную роль. Коммунисты, по мнению некоторых экспертов, играют скандальную карту, так как системной работы не получается. Возможно, потому, что город не нужен. Цель и задача Госдума. А это только шум. Вы же парламентские, давно действующие партии. Объявите своих кандидатов уже сейчас и ведите кампанию. Что вы за год не знаете, кого вы в Ульяновске будете поддерживать? Вот вам и ответ. Если вы не можете распределить кампанию на целый год, то туда вам и дорога. Тогда и проигрывайте. Кандидаты протеста затихли, зато активизировались независимые. Их шансы невелики, считают одни эксперты. Другие уверены, пробивные кампании, новые фамилии. Все это найдет своего избирателя и даст шанс запрыгнуть в партийный состав. На следующих выборах. Могу предположить, что эти люди в случае своего успеха, пусть даже относительного, второй, третий результат на выборах, не останутся незамеченными. Я думаю, что далеко смотрящие вперед партии, которые думают о завтрашнем дне, они безусловно обратят внимание на этих самых выдвиженцев. Избирательная кампания в регионе продолжается, при том, что первые дни голосования уже случились. Досрочно изъявить свою волю жители региона приглашают со 2 сентября. Ждут и в три основные – 11, 12 и, самое главное, единый день голосования – 13 сентября.